здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи израильский журналист моск марк котлярский здравствуйте марк и несколько тем касающихся израиля я попрошу вас прокомментировать но начнем самое главное сегодня когда мы с вами разговариваем супружеская пара израильтян которая была арестована в турции и наконец-то возвращена на родину прошло буквально несколько дней каких арестовали они оказались тюрьме по подозрению в шпионаже было много спекуляций на эту тему турецкая сторона каждый день ужесточала свои обвинения в адрес израильтян и все это еще усиливалось ситуацию тем что у них остался маленький ребенок ну вот они вернулись домой как что подробностей толком нет единственное что выражает они выражают благодарность израильскому премьер-министру израильскому министру иностранных дел те в свою очередь благодарят израиль турецкого президента и израильского президента а вот что как почему толком нет есть одни предположения вот у вас какие что все это было с чем мы столкнулись знаете это все напоминает мне действительно анекдот резюме которого заканчивается это самое мама что это было так вот это тот самый случай по большому счету потому что вы правы мир на наверчина накручено столько а а все это такая некая завеса который мы можем только догадываться на самом деле что произошло потому что даже сама версия того что произошло на тоже разница да тут надо пояснить собственно говоря за что их арестовали расскажите пожалуйста совершенно верно начнем с того повода для ареста значит поводом для ареста послужило то что они будучи на экскурсии и гид им сказал значит папа по первой начальной версии судить к обратил их внимание на очень красивый дворец я просто не помню сейчас точно как он называется в стамбуле я думаю что каждый кто там был видел этот дворец и значит жена вакнина вакнин кто-то раз кто-то окнинга и кто-то вакнин даже ради написания фамилии стала активно фотографировать и якобы это первый был вариант потом его переиграли охранник который стоял возле этого дворца услышал иврит не понял о чем речь услышал слово эрдоган он что-то заподозрил и эту супружескую пару арестовали вместе с гидом вот это была первая самая первая информация о том что произошло потом версии поменялось сказали что на самом деле никакого охранника там не было а что заподозрила все на самом деле официантка что они были в каком-то ресторане из видов из которого открывался вид на этот дворец и и официант услышал как женщина говорящая на непонятном языке употребила слово эрдоган и активно щелкает фотоаппаратом снимая этот дворец который зап как выяснилось запрещено снимать она проявила бдительность сообщила в полицию и полиция задержала вот этих значит нерадивых супругов которые я могу только представить их состояние насколько нам известно опять-таки это обычная супружеская пара из города мадиина обе оба работают в автобусном кооперативе эгет и как опять-таки я уже не знаю чему верить чему нет но согласно заверениям наших всяких высокопоставленных чиновников никакого отношения никаким спецслужбам ни к армии обороны не к масаду них шабаку эти люди не имеют то есть они оказались совершенно обычные простые люди причем как выяснилось женщина натали по имени натали вакнин она как бы наоборот большая поклонница ту она очень любит турцию она часто там бывает не далеко не первый раз и вот по этой иронии событий их сначала задержали и первое предположение было опять-таки все менялось как вы правильно сказали сначала предполагалось что их просто депортируют из страны потом объявили что их задержит суд задерживается их задерживает мера пресечения на 20 дней а потом сказали уже третье что ничего подобного что их теперь задерживают до того момента когда начнется судебный процесс а когда начнется судебный процесс никто не знает и тем не менее через два дня после всего этого они благополучно 6 утра того дня кого когда мы с вами записываем эту программу приземлились в аэропорту бенгурен на частном самолете который арендовал мид журналисты обращают внимание на несколько деталей этой ситуации первое это действительно абсолютно простые люди как вы сказали тем не менее израильская сторона сара даже не не пыталась скрыть что в решении этой проблемы принимает активное участие глава осада благодаря своим связям с турецкими спецслужбами кроме этого в резюме правительственном об их возвращении всячески подчеркивается что турецкая сторона ничего не просила взамен что это был не торг а жест доброй воли жест доброй воли со стороны кого почему опять-таки непонятно как мы знаем турецкая сторона не склонна делать такие подарки особенно израилю и последнее есть предположение опять-таки как всегда предположение потому что вся эта история тайна покрытая мраком что турки воспользовались от просто этой ситуации для того чтобы наладить связи с израилем которые достигали полюса замерзания последнее время вы какую версию не дать и не то и не только и не только значит и вот версия того что эрдоган таким образом решил замириться с израилем ничего не прося якобы взамен но с другой стороны пытаясь наладить с израилем найти общий язык есть такая версия и она говорит о том чтобы помимо все прочего она еще утверждает что эрдогану это нужно потому что израиль ему нужен как посредник в налаживании отношений соединенными штатами америки и поэтому а учитывая что экономическая ситуация в турции сейчас крайне на крайне катастрофическая лира падает дико турецкая постоянно падает и у эрдогана на носу выборы то это такой своего рода ход для того чтобы через израиль заполучить в кавычках благословение у американской стороны все эти расшаркивания все эти изъяснения в любви все эти признания в дружбе это полная ерунда конечно как вы как мы понимаем более того правильно приводится пример в отношении лапида который когда был в оппозиции говорил о том что мы ни за что нельзя вести переговоры с эрдоганом который антихемит который не любит израиль который терпеть его не может и цитируются эти его и теперь вдруг он стал таким-то министром иностранных дел он благодарит турцию склоняется в поклоне делает реверанс там и так далее и так далее все это по крайней мере странно безусловно странно но это как бы восток это восток и все эти изящные кружева на самом деле скрывают какую-то очевидную истину которая всплывет не сейчас а вполне возможно что сплывет впоследствии и что это такое я думаю мы узнаем чуть позже а пока будут все эти пляски с бубнами и все эти так сказать реверансы сторону друг друга из явления в почтение там и так далее ну главное что израильтяне дома вместе со своим сыном наверное это самое существенное во всей этой истории еще одна тема которую попросил вас прокомментировать это продолжение истории с профессором гольд райхом я напомню тем кто не в курсе этот профессор ему был бы ему была присуждена премия израиля еще при предыдущем кабинете министров и тогдашний министр просвещения заявил что он не будет ему вручать премию связи с тем что профессор подписал письмо в поддержку бойкота израильского академического учреждения речь идет об университете в ариэле израильском была подана апелляция в высший суд справедливости и суд справедливости постановил вернуться к этой истории и пересмотреть решение и вот нынешний министр просвещения шаша битон подтвердила позицию своего предшественника и сказала что она вручать премию профессору не будет и вот теперь все разводят руками ну что во первых это неуважение к высшему суду справедливости а во вторых наиболее остро ставит вопрос человеку присудили премию израиля за академические успехи не имеющий никакого отношения к политике а лишает его премию по каким-то политическим предлогам да вы в этом все и дело и честно говоря я тоже раздваиваю данном случае то есть безусловно я вообще считаю что любые запреты любые лишения чего-то причем когда вы правы миша с одной стороны ведь ему премию то давали не за его политические убеждения а премию давали за его работу за его исследование за его профессиональные профессиональную деятельность поэтому мне кажется что и галланд и шаша бизнес поступает крайне глупо премию лучше было бы вручить но нас и и на зло ну в кавычках на зло на зло профессору наоборот поддержать арельский университет который как я напомню очень долгие годы долгое время никак не мог получить статус арельского статус университета дело в том что да ни для кого не секрет что определенная часть академической науки израиля собственно говоря как и медиа масс-медиа и искусство и культуры и так далее поднадлежит к левому лагерю считает называет себя так называемыми левыми интеллектуалами вот так сказать и бойкотирует все что связано с правым движением конечно байка призывать бойкоту арельского университета это не просто глупо это невежественно это недостойно профессора но как ни странно на мой взгляд лишать его премии это это еще глупее это тем самым легитимизировать его политические убеждения и подтвердить что сказать ребят дело даже не в унижении богатца богат напускает тоже массу глупостей когда утверждает какие-то решения или не утверждает их дело даже не в этом а дело в подходе то есть делая а не давая ему премию тем самым шаша биттон даже не понимает какую бешеную рекламу она ему этим самым делает потому что если бы эта премия была вручена я вас уверяю через два дня об этом уже все бы забыли уже никто бы не говорил об этом профессоре не было бы повода говорить о нем ну получил премию мало ли кто какие премии получает в конце концов в израиле да и во всем мире существует огромное количество премий чтобы по поводу каждой премии раздувать сыр бор то есть она делает тем самым не утвердив решение галанта и решив не вручать ему премию она сослужила ему колоссальную службу она сделала ему колоссальную рекламу непонятно зачем поэтому на мой взгляд это решение неправильно профессору надо премию вручить потому что она вручаясь ему не за политические убеждения а за научные достижения но попутно параллельно я бы поощрил арельский университет и поддержал бы его который действительно стоит того кстати 70 80 процентов арельского университета преподавательского состава это русскоговорящие научные сотрудники исследователи это тоже надо помнить да еще одна тема посол россии в израиле анатолий викторов он дал интервью корпорации кан в которой с частности среди прочего говорилось тесно взаимоотношениях россии израиля и среди прочего он отметил что россии не нравятся участившиеся атаки в сирии которые приписываются израиля по мнению викторова цитата это не способ решения проблемы совершенно ясно что нам это не нравится нельзя допустить чтобы сирия превратилась в арену столкновения между двумя странами конец цитаты многие обратили внимание на это утверждение сопоставив его с недавней поездкой израильского премьер-министра беннета в россию где он в городе сочи встречался с президентом путиным и не было новостью что основная часть беседы была посвящена и рану и ситуации в сирии после еще и предполагалось что по этому поводу достигнуто взаимопонимание и что израиль не будут одергивать при его атаках на проиранские силы в сирии что и было потом подтверждено в течение нескольких некоторого периода времени после возвращения беннета были наносились атаки в сирии приписываемые израилю израиль правда их не отрицает не подтверждает никогда но тем не менее и вот такой вот пассаж от официального представителя россии в израиле на ваш взгляд это частное мнение викторова хотя у посла вряд ли может быть частное мнение или у россии почему-то изменилась позиция по данному вопросу если изменилось то почему нет все ничего не изменилось любой посол это марионетка в руках правительство понятно дергает сверху кто-то дергает за ниточки посол как марионетка повторяет то что ему велят сказать хозяева сидящие там в том или ином правительстве и дело даже не в том какой это посол российский американский китайский венгерский любой посол как бы таскать исполняет волю своих хозяев которые его послали прислужить ему в ту или иную страну викторов не исключение я напомню что буквально за две-три недели до этого тоже викторов давал интервью я не помню кому где-то тоже в израиле где сказал что о том что действительно беда с путиным нашли взаимопонимание и об этом свидетельствует тот факт что они общались не три часа пять часов и что как бы действительно они нашли общий язык по очень многим вопрос это во первых во вторых я думаю что то что сказал викторов это скорее он говорил не израилю это он говорил иранцам чтобы иранцы как бы понимали что россия держит руку на пульсе и что она не собирается как бы слишком там вольно израилю разгуляться на территории силий и что хотя при всем при этом мы прекрасно понимаем настоящий момент когда гражданская война в сирии все-таки близится к своему завершению наступает следующий этап следующий этап который называется восстановление сирии или реконструкция сирии на это дело будут выделены огромные деньги колоссальные деньги и тут естественно те страны которых по которой положили глаз по сирию а это турция иран и россия безусловно будут соперничать за то чтобы разделить этот пирог между собой и укрепить свое влияние на сирию я думаю что россия больше всего если россия найдет вполне возможно общий язык с турцией потому что у турции аппетиты ограничивается северной сирии где хозяйствуют курды им больше ничего не надо то вся остальная сирия безусловно это предмет вожделения турции прошу прощения россии и ирана и в данном случае ситуативный союз ирана с россией который был годен когда шла гражданская война сейчас трещит по вам и россию вовсе не интересует усиление ирана через иранских прокси и укрепление ирана в структуре сирии получение вот этого жирного пирога и поэтому собственно говоря россия закрывает глаза на то что делает израиль но в то же время как бы хочет сохранять такую хорошую мину при хорошей игре то есть да давая некий укорот что называется израилю и что ребята но вы как бы там типа озорничайте но не слишком то есть вы как-то все-таки знаете меру нас не очень нам не очень нравится что вы там типа разохлить но это все опять-таки это все равно что называется в пользу бедных это высказывание посла надо безусловно делить на 125 потому что я думаю за этим скрывается желание показать ирану что россия вовсе как бы не полностью поддерживает израиль она тоже якобы озабочена активностью израиля на сирийском направлении и как бы держит руку на пульсе событий на самом деле я думаю россия очень довольна тем что делает израиль потому что действия израиля безусловно ослабляют иранское присутствие что россии только на руку марк большое спасибо вам за ваши комментарии все доброго всего доброго на этом все напомню что с нами на связи был израильский журналист марк котлярский до свидания